Снимать он как будет выглядеть вверх у нас. В общем, мы находимся на тупке легенд. Мяч очень ценный, поэтому условия будут жесткие. Не зря его называют императором. От разминочки встал немного, жду, когда мяч дадут. Приходите в академию, ничего не бойтесь, проявляйте себя. Одному известному коллективу 20 лет. Нам всего лишь 20. Да, мы молоды. Да, легкая передняя линия. Пускай у нас ничего не летит. Надеюсь, сейчас все попрет. Да, срочные меры применяются. Бессоны больше сказываются. Но ничего. Поэтому смотрите, что сейчас получится. Я буду в запасе. Тренером, тренером. Те традиции, которые заложены в «Спартаке», нет ни одного года. Желаю вам удачи в вашей работе. Не смотрите, как надо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Друзья, всем привет. У нас заканчивается межсезонье. Мы решили подготовить для вас необычный выпуск. Сегодня у нас будет экскурсия по Академии «Спартака». Помимо всего этого, здесь сегодня проходит отбор. И я хочу попробовать своей силой и попасть в «Спартак». Пойдем. Дата рождения. У меня 89-й год. Я не знаю, подойду я сейчас или нет в «Спартаку». Разминаюсь. Мои конкуренты уже в деле. От разминочки в стол немного. Жду, когда мяч дадут. Надеюсь, ускорения не будет. Что мне нужно сделать, чтобы попасть в «Спартак»? Очень хочу. Сейчас мы, во-первых, добрый день, посмотрим на тебя, что-то ты умеешь. Какие-то вообще азы присутствуют. Умешь ли ты жонглировать, вести мяч, делать передачи. Тогда мы будем принимать решение. Сейчас попробуем. С чем начался? С чем сведение? Недомощь или его? Ничего страшного. Подсмотрим. Может, и скрытый листок. Я внуновь на время мяч. Я внуновь. Мяч. Стоп. Правая нога. Внешняя внутренняя. Внешняя внутренняя. Только правая. Внешняя внутренняя. Я встал, Сергей. Ворота, ворота несут. Ну, непросто. Судя по твоему дыханию, довольно тяжело. Ну, так были. Полегче занятия в моей жизни. Но были и посложнее. Снять недалеко. Разве пробей. Забей, забей. Hello, people. Hello, people. Я падусь в английский после разговора с Кромисом. В общем, мы находимся в «Англору». В общем, мы находимся в «Англору». Мы находимся на Кубке «Легенд» с третьего турнира. Он несет название в память Константина Еременко. А сейчас у нас десятый турнир. Все предыдущие девять. Выигрывала сборная. Угадайте. Россия. Правильно. Турнир начинается с матча сборной России и сборной всех звезд. За звезд играет наш друг Стивий Бритекос. Сейчас мы вам покажем. Турнир проходит в два этапа. В два дня. Суббота, воскресенье. Но Кубок стартовал. Дамьен Дафф играет. Дамьен Дафф. Дамьен Дафф. Челси. Здравствуйте. Дамьен Дафф. Стивий Бритекоса. Наверное, лучший игрок сборной звезд. У нас команда России. Очень много сейвов. Стивий, чего не хватило для победы? Много индивидуальных ошибок мы сделали. Конечно, сборная Россия играет очень здорово. Очень хорошо. Даже сметься с одной касанием. Конечно, очень много и молодых таких. Которые недавно закончили. Да, которые недавно закончили. Это тоже играет большую роль. Скажи, пожалуйста, представим, что в следующем году тебя снова приглашают. Ты можешь набрать свою пятерку команде звезд. Прямо быстро, по памяти. Кого возьмешь, кто сможет обыграть в форме России. Которые закончили? Да. 35 лет кому и только Britton从 now. Улы. 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 Ронaldet точно. Титан exempel, Дель Пьеру. Буфон наверняка тоже закончил атлетом. А ты? Я буду в зале в запасных. Тренером, тренером. Нет, 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 запасных. Пуел и еще одно. Ривер. О, сейчас мы... Сейчас мы, знаете, кого встретим. Другая легенда, другая легенда. Здравствуйте, Павел. Основатель дневника Фаната. Человек, который стоял из стока в проектах. Паша, скажи, пожалуйста, куда пропало? Почему тебя давно не видно в кадре? Веду несколько проектов серьезных. Может, у тебя свой какой-то проект? Как можно прописать? Времени очень мало. Сейчас, ребят, действительно, занимаюсь много дел. Занимаюсь сейчас активно общественной деятельностью. Веду несколько проектов. Дворы мету, да. Таких, как ты, блядь. Был бывший ведущий дневника Фаната Паша Паук. А тебе подык, блядь, и все. Наша легенда, наш просто кумир. Ну, здорово, здорово. Ты же, я так... Ты как каждый год же, да? Да, с самого первого, да. Перед Тотти коленки не будут дорожать сейчас. А что, какой-то нам сверху? Ну, не зря его называют императором. Ну что? На свой император. На свой император, все правильно. Как думаешь, закончим чемпионат России в этом году? О, ну, такие вопросы. То, что... Во второй части, как бы, команды прибавят, да. Движение, да, которое наметилось осенью, да. Оно сохранится. И... Ну, будем надеяться, что команда наберет максимум мочков, да. А там же, как получится. Передачу он смог поделать. То есть, как бы, в принципе, с мячом знаком. То есть, как бы, с футболом вообще, в принципе, знаком. То есть, его можно выпускать спокойно. Родители, Олег, во двор. Во двор. Он не опозорит нас, по крайней мере. В том плане, что он разбирается. Ну, то есть, он понимает, как подходить к мячу. Родители, которые хотят приводить детей на отбор, желание им хотелось бы высказать для того, чтобы привести ребенка на отбор. Прежде всего, ребенок должен быть очень активным, координированным, быстрым. Научим владеть мячом, ну, какое-то минимальное представление, что ответственность они должны иметь. С родителями в домашних условиях, выходя во двор. Да. Не бояться играть в футбол. Сейчас о физических каких-то качествах трудно говорить. Потому что сейчас он маленький, а через год он подрастет. Вот, и поэтому очень сложно. Первое, как говорится, это учеба. Вот, и все равно есть время для того, чтобы ребенок более активно себя проявлял. Ну, то есть, сейчас были основные упражнения, которые ребятам, которые приходят на просмотр. Ребята, которые приходят на просмотр, на самом деле, они должны быть активны. Они должны быть ловкие, координированные, с огромным желанием. То есть, как здесь научиться. Хотелось пожелать детям, приходите в академию. Ничего не бойтесь, проявляйте себя активно. И все, кто, ребята, хотят играть в футбол, мы практически всех постараемся набрать и обучить играть в хороший, качественный футбол. Все, спасибо большое. Буду работать над левой. И буду стараться помогать. Команду в следующем сезоне. Спасибо большое. Друзья, попробовал пройти отбор для нашей академии. К сожалению, не получилось. Вырос бы, родился бы лет на 13 помладше, возможно, шансы бы были. Приводите своих детей, не стесняйтесь, не бойтесь. Ничего здесь сверхъестественного от них не требуют. Но тренер все рассказал, вы все посмотрели. И сейчас мы дождемся директором академии Дмитрия Сидорова, который более детально нам расскажет про отбор и про то, как попасть в академию Спартака. Встретились с Дмитрием, директором академии, который нам сегодня расскажет о наборе игроков 8, 9, 10, 11 года рождения. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как можно попасть в академию Спартака. Есть стандартные схемы. Это обратиться в нашу группу ВКонтакте и написать письмо на почту просмотрособачка.спартак.ком и прислать максимально подробную о себе информацию. Это, в первую очередь, касается ребят, которые из региона. Текстовая информация или видео? Все, можно туда приложить по максимуму. И уже в дальнейшем эта информация обрабатывается в селекционной службе академии. И скауты, которые работают у нас по всей России, они этих игроков смотрят на месте. Если он будет реально интересен, то вызываются на просмотр. Плюс есть день открытых дверей, в рамках которого это семейный праздник мы делаем. Идет просмотр и отбор. Именно хочется сделать акцент именно отбор, потому что родители порой думают, что здесь набор. В последний раз пришло 200 детей, из них осталось 16. Сколько лет? Это в 2011 год. Семь лет? Ну, шесть-семь лет. Соответственно, такой фонус. Сейчас, в феврале месяце, будет дополнительный отбор по возрастам 2011, 10, 9 и 8 год рождения. Вы говорите, что скауты выезжают по России уже на место, соответственно, тоже каких-то мероприятий, на которых можно посмотреть молодых игроков. Какой охват по всей России? То есть это практически вся Россия. И сейчас мы работаем над тем, чтобы скаутскую сеть расширить. В каждом возрасте есть ребята, которые смогут усилить основной состав. То есть мы смотрим в будущее. При правильном подходе в работе, в академии, по всей вертикали, в молодежном составе «Спартаке-2» есть ребята из академии в каждом возрасте, которые дорастут до основного состава. Мы нашли на трибунах болельщика «Спартака» Владимира, которого сын, как мы поняли, закончил уже академию. Да, он в 99-м году. В 99-м году. Как зовут фамилию, имя? Семен Лобзов. Где он сейчас? Сейчас он находится в Липске. Подписал контракт с металлургом в Липске. И уже принял участие в чемпионате России. Почему отдали ребенка в «Спартаке»? Как это было? Сколько ему было лет? Это интересная история. То есть я уже 50 лет болею сам за «Спартака». С 1967 года. Эта игра была в Саратове. Игрался в кубок Советского Союза. Меня отец привел на этот матч. Что это вам было? Мне было 9 лет. Вот. И с тех пор красно-белое сердце. Представляете, когда весь стадион болеет за свою команду в Саратовские сокры, то я как увидел в Саидове, то есть влюбился и влюбился в суток в суток в суток. Кого вы отметите за эту большую спартаковскую историю вашу? Теренков Гаврилов Юрьевич. Ну и давайте тогда из нашего поколения, вот последних там лет пяти. Российских футболистов. Патриотично и правильно, на мой взгляд. Да. Ну это в первую очередь филюка. Мне нравилось. Серега воспитанник в нашей академии. До сих пор теплые отношения с болельщиками, с командой. Всегда, когда он приезжает, хлопаем, аплодируем. Всегда рады. И желаем Сергею, естественно, удачи. Где бы он не играл? Ну, что не скажешь, азюба. Тут аж лайк. Спасибо вам большое. Вам удачи. Сыну удачи. Спартаку удачи. Я всегда, сердцем всегда за спартак. Поэтому и здесь смотрю ребятишек, которых... Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо. Пойдем дальше. Супер. Дим, спасибо большое за интервью. Спасибо вам большое за то, что выращиваете классных игроков, которые приведут нас однажды к большим победам. И желаем вам удачи в вашей работе. Спасибо большое. Ребят, не бойтесь и дайте своим детям возможность стать частью спартаковской семьи. Тут реально очень круто. Мы побывали в закрытых помещениях, которые мы, к сожалению, не смогли вам показать сегодня. Это какие-то развлекательные комнаты, которые тоже у детей есть. Это интернат. Это в интернате, да. Это столовая, очень крутая, современная. Томная земля, которая застроена многофункциональными полями, помещениями, тренажерными залами, академией, манежем, столовыми, кухнями. Короче, очень все круто. Не бойтесь, приезжайте. Скоро еще два дня отбора. Надеюсь, кто-то из вас выстрелит. Да, 21 февраля и 28 февраля приводите своих детей на отбор. И они обязательно, как минимум, попробуют стать частью спартака. Ну, не стоит забывать, что молодые ребята наши, не только основная команда, да, которая становилась много раз чемпионом России, обладателем Кубка России СССР. Наши ребята ежегодно занимают первые, вторые, третьи места на международных соревнованиях, чемпионат России. Вот только в 2017 году ребята 2001-2003 года рождения выигрывают чемпионат России. В принципе, Академия Спартака сейчас занимает лидирующие позиции во всем русском футболе. Это не преувеличение, это можно на сайте Академии легко посмотреть. Вся эта информация там есть. В общем, все это, конечно, хорошо. У нас есть еще дела. И мы сейчас направляемся дорисовывать перформанс на матч Спартак Атлетика. Ну, давай, ты езжай дорисовывать перформансы. И Паша Паукук передавай привет. Я свою работу на сегодня закончил. Да, ну что, мы поехали дальше. Давай нашу фишку сделаю, только теперь я. Смотрите, раз, два, три. Оп. И вот мы на открытии арены. Средневный Спартак. Продолжаем рисовать. Все, мы покажем, какой результат. До матча осталось меньше суток. Ну, немножко, да. Немного мы задерживаемся. Но я думаю, все успеем, как иначе. В общем, смотрите. Соскучились, соскучились у Апельсина в 20 лет. Главное, достичь результатов. Работал парней, ведется две недели. Сейчас, ребят, мы поговорим с Максимом. Многие уже видели по нашим роликам. Привет, парни. Привет уже. Тут люто холодно. Это очень удивительно. Мне казалось, что все это происходит гораздо быстрее. Но оказалось, что не так. Когда приходишь на трибуну и все это видишь, и кажется, что все очень легко и просто. Я скажу вам всем, что это не просто и не легко. Но, честно говоря, мы ехали часа на два. Но как минимум уже эти четыре часа стоим. И еще как не заканчивается с одному известному коллективу 20 лет. Стараемся уважить, делаем им перформанс красивый. Потому что, я думаю... Вместе с парнями, между прочим, из коллектива. Да, кстати, ребята помогают нам. Любая контора, я считаю, достигшая такого возраста, то есть 20 лет – это очень много, она дослуживает того, чтобы себя увековечить каким-то красивым рисунком от трибуна. Как минимум. Как минимум. А как максимум в истории «Спартака». Но дело даже не в том, что этому коллективу 20 лет. Мы хотим подчеркнуть, что в замечательной команде «Спартак» есть огромное количество коллективов, которые прославляют это славное имя «Спартака». И мы лишь хотим подчеркнуть, что мы великий и могучий. Нам всего лишь 20 лет. Да, мы молоды, но уже отсужили свое. Да, легкая передняя линия. И будем существовать еще 20 лет, и еще 200 лет, и 2000 лет, пока существует «Спартак». Будет существовать эта замечательная организация, как мы. И как много других организаций, которые прославляют имя величайшего клуба «Спартак Москва». Добавить нечего, брат. Спасибо. Спасибо тебе. Посмотрим, что будет. Будет отлично. У нас есть специальный цех по выращиванию молодых идейных ультра. Шутка, конечно. Нет, все люди идейные, все ради достижения цели готовы в будет день прийти, в ночь помочь, разложить перформанс. Помимо этого, 2 недели мы его рисовали. То есть, это тоже все по ночам рисуется. В основном, либо по вечерам, все после работ, после учебы, там студенты, рабочие люди. Идеи, которые приходят в голову для того, чтобы это все реализовать, это как-то вот так вот? Или все-таки большая работа ведет? Слушай, на самом деле бывает и вот так вот, как ты показал, а бывает обсуждаем, встречаемся с неким креативным штабом, обсуждаем эти идеи. И бывает, знаешь, что за какую-то изюминку схватишься в одной идее и раздавешь ее совсем в другую, что и получается. Все работают, все учатся, все рисуют. И все это для того, чтобы, наверное, наш Спартак просто радовал. А только для этого и делаем, только для Спартака. Друзья, сделали для вас презент. Придумали наши креативные группы. Купили мяч и сейчас расписываемся. Знаешь, сколько он стоит, что ты его купил? Мы со скидкой возидача. Это годовой бюджет дневника фанатов, блядь. Официальный матч. У нас вообще нет. Всем игроков расписаться, всех игроков, всех команд. И разыграем, если не наших подписчиков. И разыграем мы вам, ребята, так что ждите. И это Алексей Смиртин. 1-0. Что, у нас перерыв финального матча. Сборная России ведет 3-2. В общем, счет 7-3. Осталось 8 минут. До конца матча Россия, скорее всего, 10-й раз станет чемпионом. Просто супер. Короче, ждите розыгрыш от нашей. Очень крутые розыгрыши. Шар с автографом игроков. Мяч с автографом. Сейчас все расскажем. Подожди. Франческо Тотти тоже расписался. Да, да, да. 10-го юбилейного международного футбольного турнира по клиенту имени Константина Ёленко стала спорная команда России. Это настоящий официальный мяч будущего чемпионата мира по футболу. Телстар, Адидас. И здесь автограф огромного количества игроков. Всех перечислять нет смысла. Здесь и русские, и иностранцы. Самое главное, здесь есть автограф самого императора. Помимо мяча мы подгадали для вас шарф чемпионский с автографами тех чемпионов. Это Александр Филимонов, Егор Титов, Дмитрий Оленичев, Дмитрий Хлестов, Роман Павлюченко. Для того, чтобы все это получить... Не стал чемпионом Роман Павлюченко. Роман Павлюченко не стал. Да, к сожалению. Но сегодня стал чемпионом. По всем напишем. Поэтому следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Паш, может быть, от тебя пару слов. Давно нет выпуска. Мяч очень ценный, поэтому условия будут жесткие. Песня. 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 К нам приехал наш 말고елек из Екатеринбурга Женя. Всем привет. Еще днем я не знал, что приеду в Москву, сидел на работе пил чай и решил, а ну и прилетел в Москву за полтора часа до матча и вот я здесь. Всем привет. Спарта, к сожалению, проиграл, но зато я прилетел. Не пожалел, да? Слушай, да конечно не пожалел. Прикольно, вбежать, вбежать от метро под Божино стадион, это охуенно вообще. Да, смотри. До встречи в апреле, блять, ребят. Приезжайте в Екатеринбург и я в суппорте его локал-тим. В общем, смотрите, не к вам, а там. Песня плывет, сердце поет, эти слова, а теперь Москва. Вы помните, в этом выпуске показали вам розы мяча. Тот самый, мяч. Ребят, все очень просто. Вы оставляете комментарии на ютуб-канале, на нашем. На нашем, на нашем ютуб-канале. Вы на него подписываетесь. Основное правило, придумать заряд. Про Спартак, самое главное, что про Спартак. И самая фишка данного розыгрыша, то, что с нами один из футболистов нашего клуба выбирает наилучший заряд. Самый лучший заряд. Самый лучший, не лучший. Просто лучший заряд выберет один из футболистов Спартака. Футболист, который будет с нами разыгрывать данный мяч, сделает финальный автограф. Смотрите, не хватает. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Дизлайки тоже можете ставить, комментируйте. А лучше не ставьте. Да. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Директор Макадемии